Катлаканская церковь формально к Ингараксу вроде как не относится, так как не только расположена на противоположном от Ингаракса берегу Даугавы, но административно вообще находится не в Риге, а в Кековской волости. Однако существует как минимум две причины, подталкивающие к тому, чтобы в рассказах об истории Ингаракса упомянуть и этот храм. Первая причина заключается в том, что во время прогулки вдоль Кингаракского променада взгляд путешественника рано или поздно скользнет по куполу церкви, слегка взвышающемуся над густой листвой и хвоей левобережья. Собственно, поэтому настоящий видеоочерк и назван не просто Катлаканская церковь, а Катлаканская церковь пейзажа Ингаракского променада. Начиная с середины весны купол едва различим, зато в остальное время не заметить его трудно. Ну, а столетие другое назад, когда растительности на левом берегу было значительно меньше, чем сейчас, храм был важной, значимой и хорошо видимой доминантой побережья Далговы, привлекавшей к себе внимание достаточно немногочисленных в то далекое время жителей Кингаракса. Из дошедших до наших дней изображение Кингаракса старейшее – это рисунок Иоганна Кристофа Бродце, выполненный на исходе 18-го столетия. Бродце преподавал в Рижском лицее рисование, в свободное время рисовал все, что попадало на глаза. В итоге Бродце оставил после себя сотни рисунков с видами Риги и ее окрестностей. Титанический труд. Ни до Бродце, ни после него, вплоть до изобретения фотографии, ничего подобного в Риге не было. Попался на глаза Бродце и Кингаракс. Вот этот рисунок Кингаракса конца 18-го столетия и о каждом изображенном на нем объекте отдельный рассказ. Сейчас рассказ о Катлаканской церкви. На рисунке видно, что две сотни лет назад храм не прятался за кронами деревьев, а возвышался над берегом и был виден издалека с разных сторон. Вторая причина, почему о Катлаканском храме уместно вспомнить в Сирии рассказов о Кингараксе, связана с местными кингаракскими дворовыми страшилками, постепенно превратившимися в самые настоящие легенды. Согласно этим легендам, некогда в Кингараксе было старинное кладбище, но потом, во время строительства микрорайона, оно, что называется, ушло под бульдозер, но аура осталась. Чуть ли не в каждом втором дворе Кингаракса считают, что именно этот двор стоит на том самом месте, поэтому и происходят с живущими там людьми всякие злоключения. В первую очередь следует поспешить успокоить всех, кто знаком с этой легендой. Ни на одной карте, ни на одной схеме, дошедшей до наших дней, в Кингараксе ни разу не обозначено никаких некрополей. До 20 века жителей здесь было совсем ничего, и последние пристанища эти жители находили на противоположном от места проживания берегу, у стен Катлакаловского храма. Кстати сказать, здесь же погребен и известный в истории Латвии идеолог просвещения Гарльб Меркель, живший в конце 18-го, первой половине 19-го веков. Насколько известно, первая деревянная церковь Катлакалси появилась еще в 17 веке. Затем ее чинили, ремонтировали и перестраивали. Та церковь, что изображена на рисунке Бродце, построена в 1732 году. Посмотрим еще раз. Вытянутое деревянное строение. А в 90-е годы 18 века вместо старой деревянной церкви главным рижским строительным мастером, сейчас сказали бы главным городским архитектором Кристофом Хаберландом, было выстроено каменное здание, то самое, что видим мы и сегодня. Катлаканская церковь стала одним из последних проектов архитектора. Она была задумана как ротонда, то есть круглый в плане храм с каменным куполом, имеющим в диаметре почти 18 метров. Эпоха классицизма любила симметрию, а круг – это идеал симметрии. В итоге храмы в форме ротонды, напоминающие о римском пантеоне, строились в Риге не только в Катлакансе, это и лютеранская церковь Иисуса недалеко от центрального рынка, и православный храм равнопостного святого Александра Невского. Построенная за два года, строгая и гармоничная, отвечающая во зрение своей эпохи Катлаканская церковь, была освящена 20 июля 1794 года. Скамьи в зале располагались с концентрическими кругами вокруг алтаря, восемь пар украшенных декором пилястр равномерно разделяли пространство здания, плавно переходя в плоские ребра купола, которые в свою очередь образовывали круг с парадной люстрой в центре. В 1819 году над юго-восточным резолитом, то есть выступом здания, была обустроена небольшая колокольня. Дальнейшие реконструкции касались в основном только интерьера, и совсем недавно, в 2014 году церковь была чередой раз реконструирована. Огромные работы были проведены в интерьере храма, что касается экстерьера, то есть его внешнего вида, в глаза в первую очередь бросается новая кровля, до ремонта зеленого, а после бронзово-коричневого. Рано или поздно от дальних далей взгляд начинает скользить, потому что непосредственно под ногами, в данном случае по причальному кольцу. Если неспешно прогуливаться вдоль Кингараксского променада, можно разглядеть несколько подобных колец, но о них уже в другой раз. А пока, пока, до новых встреч, как в виртуальных экскурсиях, так и реальных, как по Кингараксу, так и по другим уголкам Риги.